всем привет друзья сейчас михайловский едем чеща позвонила какую-то дерево не там упала заехал на работу смотри как дерево наклонилась машине заехал на работу взял ножовку за одной шеи черешня поспела у меня в основном такая вторая волна начинается когда спеет черешня 2 волна аллергии но придется ехать я не хотел туда ехать я не знаю там почему not когда я еду в сторону михайловского не аллергия сильнее начинается нет сегодня все нормально чувство вчера я себя было очень плохо чувствовал если я еду за город в сторону там татарки и города нивномыска никакой аллергия не нет это вот улица абрамовой сейчас покой пошел в папушкина поедем здесь транспорт надо пропустить право это на маяк немецкий мост которая никак не могу туда проехать друзья вот и как я туда не проеду потому что идут дожди и даже сегодня даже дождик срывался небольшой дождик был так выезжаем на серого здесь дом ведь продали наверное ну что-нибудь здесь построят новое одни стену остались продаются вот так дома выстраиваются то ли там офисы такие современные конечно не одноэтажные дома что хочу сказать по машинам друзья чуть машин конечно по убавилась во всяком случае вот бордовская вчера смотрел ее видеоролик во всяком случае человек правильно сказал что курортный сезон начинается с 20 июня а то мне там писали что курортный сезон там начинается с 1 мая какой там курортный сезон потом что-то геленджике кажется в начале июня официально открыли курортный сезон хороший там праздник был в общем то сейчас уже можно ехать у меня просто у товарища взять купил там квартиру геленджике и соответственно как он называет подруга как его подруга с луками туда поехала взял для прикола и купальник положил она и позвонит вот обе чего купальник положил но это как будешь загорать купаться горит какой купаться вода прохладная было ну сейчас говорят что уже все нормальная вода уже можно купаться запросто так по пушкина едем с вами друзья район верхнего рынка это тюрьма у нас зародили вот таким заборчиком и и было еще выше загородить вот тюрьма в центре города так а что здесь у нас творится кстати уже вторая авария мы с гаража ехали видела машин там тоже авария была за старой с тылой ну притерлись сказать бы что не сильно но притерлись это верхний рынок планируется здесь какая-то реконструкция ну будет она или нет я не знаю это планировал еще старый мэр джадоев сегодня у нас 23 вчера была съемка у нас около огня вечной славы поднялся туда казанскому собору написали дизлайков поставили друзья да я давно уже на эти дизлайки не обращаю внимание так пушкина и дальше продолжается потом движение запрещено так здесь просто пешеходов пропускаем кому нравится ставьте дизлайки конечно приятнее когда лайк тебе поставить ну значит твоя деятельность кому-то нравится если дизлайк тоже ничего страшного здесь типография была пока все еще загружено у нас заборчик а у нас так бывает поставить заборчик стоит 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 забор подумал какая-нибудь фирма строительная начинает возводить очередной жилой комплекс по александровскому парку надо просто выбирать время просто мне сейчас нет времени том что я хожу к стоматологу соответственно в субботу я буду там в районе в этом жилом комплексе севастопольском там рядом жилой комплекс суворов строится если будет нормальная погода не будет ветра потому что сильная продуваемость возьму я камеру и соответственно там сниму этот конечно жилой комплекс но ночью на стадии строительства не зашел там снимать могу снять он всегда говорил что у меня нехватка времени если брать сегодняшний день вот смотрите сегодня мне надо было 9 часов утра быть уже врача я завел хотел сказать будильник телефон поставил на 7 30 утра соответственно что получилось проснулся даже не успел но я кофе не пью я в основном цикорий пью кофе я редко пью мне что-то мотор жмёт я не знаю почему чай или там цикорий люблю попить утром так с молочком скупался врачу пошел до врача идти где-то примерно 24 27 минут так полермонтова ехали друзья это у нас улица роза лексибург сейчас так ниже и поедем с вами врача я почти там больше часа был и пришел где-то домой часов в 11 почти вот вот и считайте потом пошел я взял машину поехали по делам там поехали на рынок приехал домой пообедал решили с дочкой в старый парк пойти погулять по старому парку теща звонит возьми ножовку в общем срочно приезжай но теща и отказать не могу потому что я говорю она мне очень даже неплохо помогала в 90-х годах кто их помнит это года все таки сложные были и на первую машину нам не деньги этого сейчас я и помогаю просто давайте по маяковского поедем сверху отворачивать кстати лермонтова там немного проехать заканчивается улица лермонтова я всегда вот по этой дороге езжу друзья я могу по другим дорогам конечно проезжать но я неоднократно сигнал все и вы сами видели что и где-то буду стоять а здесь я нормально просто проеду так мира пересекаем следующее там ленина комсомольская на там поеду и на 1 скорее всего по улице и паду и вот час я еду к тещи сейчас уже 17 минут 3 учатся я пока доеду до города михайловск там обрежу я там что он ствол или ветви дерева соберу там черешни черешни поспела уже даже у меня вот аллергия сильнейшая аллергия вторая волна начинается когда спеет черешня я вам так скажу что на рынке все это очень дорого сегодня на рынке были даже вишня стоит кажется вишня тут было до машин 200 рублей за килограмм сюда чем держит и не было машине сквер декабристов друзья там тоже фонтанчик есть но так и получается проезжаешь проезжаешь не чтобы заехать времени нет если я было время друзья да и на 1 3 мы ввел взял камеру тем более камерами трансляции поддерживать я не пробовал ни разу то наш к какой-то наверное приложение на найти его не нашел я пробовал на эту камеру найти приложение просто не нашел вот алексей живет он геленджики от часа и до трех а тут и до четырех часов он ведет трансляции ну видим он зарабатывает на этом деньги ниже это совершенно не нужно так поворачиваем на улицу и патова можно прямо проехать нет не повернем друзья знак есть запрещен ну вот это вообще что-то разбомбили всю дорогу так ну что кудричный мост проехали и патова проехали это вот дзержинского до следующий ржаникидзе карла марта давайте под дзержинского поедем путь известный неоднократно и здесь проезжаю показываю вот такие улочки они же меняются тоже зимой проезжаешь там полы и деревья весной проезжаешь начинают деревья зеленеть летом проезжаешь цветы и появляются так ну что у нас температура 28 градусов цельсия во всяком случае по бортовому так ну под дзержинского едем сужение дороги так здесь она школа кажется школа номер 64 это с левой стороны право этом район так называемой кастрылькиной фабрики отсюда дзержинского начинается справа дом но вот стройка пошла построить здесь новый жилой комплекс лада нет уже здесь никакой лада убрали здесь салон на гражданскую поворачиваю сразу надо во второй полосу он уже все смотреть все пошла застройка ведь ну трубы трубы краснометаллиста еще остались скоро здесь ничего не будет так ладно едем с вами дальше вот здесь у нас что вот такие дома застраивая это еще старый забор красного металлиста старинного завода не выдержал он конкуренции так автовазал восточный с левой стороны хорошо идем под зеленые домашние пересекаем карла маркса право железнодорожный вокзал значит что там у нас вчера должны были открыть авиасообщение с турцией что многие начали отказываться в пользу турции в крыму хорошо краснодарском крае хорошо а в турции то лучше нет мы ни разу там не были как бы желание есть туда полететь но это же лететь надо наверно загран паспорт нам надо делать то у нас море рядом друзья я вам так скажу вот у меня товарищ на работе андрюха он сейчас в отпуске очередь его подошла в общем жена сейчас командировки она на заводе нептун работает она в командировке в Веленинграде в Петербурге он взял внуков взял дочку и на дочкиной машине на вести у него мерседес на вести поехали просто в новороссийскую то все он раньше там служил есть ли мне смысл в эту турции куда-то лететь ну да там конечно сервис хороший все хорошо есть конечно смотрю там и бордовскую сейчас она кстати в крыму хорошо все то у нас море рядом на машину селить там 6 часов на 7 часов ты уже на море выбирай любой любой населенный пункт любой город хоть портовый хоть курортный купайся загорай и вот андрюха как сделал я говорит полторого ночи выехал утром туда приехал мы до четырех покупались погуляли говорит сели назад поехали вот так даже мы на море ездим вот так мы друзья и едем в очередной раз так город михайловск не знаю даже у нас же еще планировалось такая культурная программа по старому парку все планы нам изменила до температура также 28 градусов держится в общем тепло нормально но я что он хочу сказать вот для тех конечно зрители моего канала кто живет там других регионах спрашивают там краснодар да краснодар лучше но там жарче а чем сара про лучше а тем что у нас будет жара будет дуть ветерок и нас жара не будет так чувствоваться как краснодар я просто краснодар приезжаю там вообще угнетающая жара я просто честно скажу одуреваю от этого очень планируем на поездку в архипа осипов и наши едут 16 по 20 августа в общем после 20 августа скорее всего в конце месяца значит мы планируем поездку на море если не будет там ограничений никаких потому что в ставрополе уже губернатор наш владимир владимиров еще вчера вчера уже постановление подписал там по мерам в целях снижения риска заболевания к вида приостановлены все массовые мероприятия там спортивные там тоже без участия зрителей я точно не помню кажется так там а вот вот друзья дай машу телефончик а вот машка нашла исключение составляет общественное обсуждение публичное слушание а также общее собрание жителей многоквартирных домов гаражно-строительных кооперативов дачных потребительских кооперативов физкультурные и спортивные мероприятия предписано проводить без участия и зрителям принципе это уже чапаевка чапаевский проезд здесь вид красивый да не вот так нравится такая низина одно наверное самых низких мест города ставрополь так мы сейчас спускаемся потом поднимаемся скорость движения здесь 40 километров в час про кинотеатры говорили где-то вот здесь раньше был чапаевский на театре и здесь еще помимо этого руководителям организации при наличии возможности необходимое перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционную работу для работников органов исполнительной власти края дистанционный режим установлен с периода с 28 июня по 11 или 21 года на машину телефон буквально я не знаю там полмесяца назад мне задавали этот вопрос что у вас там с ковидом все остальное вот видите начинает потихоньку водитель ограничения соответственно мы это планируем конечно на море поехать мы все равно на море долго не бывает конечно ты если едешь там сперми или сибири ты же не поешь на четыре дня они считают что три дня маловато три дня маловато вам сразу скажу семь дней много вот оптимальный вариант это 45 дней и в общем планируем поехать более где-то середине месяца мои хождение по стоматологам закончатся можно уже планировать куда-нибудь поездки конечно и них уйма уже ушло и сколько еще уйдет лечение зубов сейчас очень дорого кто лечил тот знает так ну что за разговора ставрополь закончился так счастливого пути значит птичник это налево здесь а а вот там впереди будет город михайловск 70 закончилась придется за краном ехать вот так друзья температура ровно 30 градусов цельсия вот так у нас жара прет ну я жарю благодаря ветру это жара у нас не чувствуется очень хорош город ставрополь чем он отличается от краснодара а мне кстати кто-то писал не на моем видео кажется жизнь и переезда там артем ведет канал про разные там города рассказывает и страны рассказывает и мы что-то начали переписываться он говорит ну что вот переехали бы в краснодар да до моря близко работа говорит говорит практически вот работа не нашел и ехать отдыхать туда на черное море горит не за что сиди в краснодаре вообще совет если вы куда-то переезжаете друзья сразу решайте вопрос работы потом жильем еще вопрос решите обязательно жильем вопрос решайте ну даже если будет работа если будет работа можно там жилье найти это не проблемы ну если нет работы все таки это сложное так что сначала определитесь нужен вам там краснодар или ставрополь или еще какой-то там населенный пункт если смысл там переезжать ну даже сибири сам артем кстати живет кажется в хабаровске так периодически конечно я смотрю его видеоролики тем более там про саврополь про краснодарский край там были вставлены мои видеоролики и в принципе не против да ради бога я не задаюсь там целью заработать там на youtube канале кто присылает донаты друзья я очень вам за это благодарен на мне за камеру писали автомату камеру покупал я в армавире в том году покупал камеру ну вот в конце июля поехали вернее я поехал дочка не поехал не захотела машка что-то ехать конце июля поехал на море этой новой камера я уже экшн камера я уже сниму там какие-то претензии покупал я за свои деньги потом мне прислали донаты естественно там немного но все равно большое спасибо тем людям которые поддерживают мой канал кто не поддерживает там дизлайки ставить мне как-то по барабану честно говорю каналу скоро будет четыре года там сентябре я на это уже давным-давно не обращаю внимание ну все можно сказать что приехали налить итогов 32 километра культа 45 километров аэропорт 7 дубовка 17 и казинка 28 так никто не забыт ничто не забыто и вот отсюда город михайловск начинается у нас улица ленина как районная больница так что там температуру показывает 34 градуса цельсия зеленый загорелся все поехали друзья здесь у нас городской лечебно-диагностический центр с левой стороны с правой стороны у нас шпаковская районная больница потому что и шпаковская район то шпаковский вернее округ сейчас это округ у нас везде сейчас округа у нас владимиров сделал везде округа вот едем по ленина значит что здесь здесь дорогу сделали я не знаю проедем или нет там вы кого не знаю проедем или проедем там делали дорогу маршрутка 40 километров в час едет нам принципе спешить некуда может даже от нее отстать потому что сзади никого нет так ну лево 2 почтовая пошла температура до 30 градусов цельсия получается на пару градусов и все-таки пожарче городе михайловске здесь автостанция круг скорее всего что мы на право ты не проедем ночь прямо поедем по ленина прямо-то поедем эти дорожные работы 40 километров в час фрезой все выбрали автостанция вот она с правой стороны так сейчас посмотрим машин проедем и там или нет поедем или не проедет наверно проедем друзья знака не вижу вот здесь делают дорогу так здесь кстати вот сбербанк попробуем проехать учение сразу не расширили опять за узел и дорогу можно расширить есть куда расширить и чуть-чуть бы расширили и опять здесь не проедешь потому что здесь будут становить машиной около обочины то что здесь рынок находится рынок находится множество магазинов здесь находится вот магазин здесь пятерочка ну здесь хотя бы от карманы есть здесь вроде как карман сделали ну что он спасет вы представляете сколько машин было так ну дочке уже надоедает до машу съемка не любит когда я снимаю долго все друзья мы приехали в общем улицу здесь это делать я вам говорил что призвой прошли вот туда дальше еще осенью вот это все стояло до весны потом начали желтым околом все засыпать так все едем и пилить собирать черешни а потом город сарополя едут так что вам друзья вот такого отличного хорошего дня как у нас такая у нас температурка ну я вам скажу нормально нормально потому что все таки ветерок гуляет он что в сарополе гулять что здесь гуляет и все таки у нас поболее комфортно чем будет краснодаре этот спортивная улице все сколько мило уже на года два живет как здесь за бабушкой просто она здесь ухаживает зарплату получать вот такая улица не забывайте что все таки то раньше село было здесь что-то это асфальтовой крошкой под засыпали ну надолго все это не хватило смотри сколько цветочков так все друзья мы приехали друзья собрали только пол ведра черешни как я и планировал у меня началась аллергия поэтому сейчас отсюда уезжаем ну конечно без подарка мы не уезжаем это вот бабушка машки купила красный мак конфетки и вот такая вот черешенка друзья пол ведра я только собрал вот показывает очень на больше сил не хватило вот так наш день проходит вот так наш день проходит и конечно сейчас я еще домой приеду сейчас даже скажу сколько вам время сейчас сколько сейчас время вот шестнадцать часов шесть минут нам еще до города ставрополя ехать как минимум минут наверно 30 35 потом мне вот это видео надо будет смонтировать и ляжу наверное спать часов 11 не раньше вот так проходят наши дни друзья поездках какие-то дела ну в общем их конечно хотим отдохнуть и с дочкой мы поедем в конце июля на черноморское побережье планируем поехать в лазаревская скорее всего а там уже будем и смотреть по обстановке